И всем привет, с вами Супер. Надеюсь, меня слышно. Да, меня слышно. Я хотел бы сказать о теории каракометражки Христова Наш Дом. Когда только это видео выходило, то есть 23 августа, я бы хотел снять это видео. Но я не успел, да? Когда выходило это видео, то есть каракометражка Наш Дом, я хотел видео снять про эту теорию. Но оно было, как по мне, безумное. Но всё-таки, кажется, в комментариях три дня назад чучок нашёлся которая теорию я бы её не смог тупо доказать. Вначале показывают, что девочка в зиме ходит, ей очень холодно. У неё толком нету шубы. Там вы сейчас увидите. Вот девочка ходит, значит. Полной зиме, где нету нормальной одежды. Видите, она уже мерзнет. Значит, эта мышка типа отправляет её в чистилище, я не знаю, в хардстоун. Вот. Видите, вот в руке вообще нету ничего вообще. Если шуба была бы, она, наверное, была бы толще. То есть, не такая кусочек тряпочки, который толком тебя не спасёт. И ни шапки, ничего. То есть, человек бы в это время в лесу бы замёрз и умер насмерть. Тем более, показывает компас уже, смотрите. Компас показывает... Ну, не работает вообще. Это уже признаки галлюцинации, как по мне. И... Да. Ну, если это мир варкрафта, то, наверное, магия всё-таки там есть. Ну, я не знаю. Это всё-таки хартстоун. Да. Смотрите, девочка ходит. И вдруг, смотрите... Ну, это галлюцинация. Что потом галлюцинации? Значит, такая коробочка хартстоун появляется. Девочка сама в шоке, не понимает, что происходит здесь. Якобы... Вот. Мышка. Смотрите, мышка подходит к этой коробочке и говорит, типа, глазами. Ну, давай, открой эту коробку. И когда она дотрагивается, она телепортируется уже в таверну, где люди не выходят с этой таверны и вечно здесь сидят. То есть она уже в этом моменте, да, уже умерла. То есть от холода. И мозг, я знаю, что продолжительное время работает. То есть сердце вряд ли сразу умлёт, да, будет работать некоторое время. А это уже галлюцинация и всё остальное. Поэтому Алекс Бёрн написал Хардстоун пиротвор... Ну, это музыка. Давайте сейчас вам прочитаю. Хардстоун пиротвор... Пиротвор в лицо идёт. Хардстоун друид на пятый ход берёт. Хардстоун шмаляет пульс, как пулемёт. Хардстоун Бэн Бэн Броун где-то жрёт. Смотрите, вот теория как раз. Сан-фак-факин СПР я не знаю, Писи, да? Немного теорий найдены на просторах интернета. Смотрите, заметил, что на столовой сидят 13 человек, не считая массовку. Довольно жирный намек, что вся таверная иллюзия на честилище. Я вот это вот согласен с этим. Первое, поверье, первый, кто встанет, умрёт. Девочка не просто встает, её буквально поднимает на руки, радушно принимает на свой круг мертвецов. Девочка замерзла на смерть на стержнем молчу. Вот это именно я вот догадался. Потому что всё-таки я разных теорий смотрела, и мне кажется, это так и есть. Второе, смотрите, усач, погибший бы на большом турнире переоценив свои возможности, поэтому и не появлялся в роликах других дополнений. Орк умер во время катаклизма вместе со своими друзьями. Мак был убит во время зачистки и дала рана. Гдомка умерла от вампиризма, став гном Феррату. Одержимый крестьянин тут без комментариев. В наличии одного этого персонажа вторвельный подтверждает всю теорию загромной жизни. Гнол умер от рук героев в эльфийском лесу с часть своего ЖК. Ну, конечно, да, он некто там, наверное, придумал, но всё-таки они, в принципе, чуть-чуть совпадают. То есть, да. Древо, вырубленное громашем. Орк-маг, возможно, ветеринар первой войны. Так. Эльф крови скверно от добра не доведёт. И гоблины, пострадавшие от взрыва бомбы, которая носится во всех роликах. Хозяин таверны Харон в мире Азерота. Либо местный перевозчик душ. Это его мышь. А трактир первый из усопших. А где я? Вопрошается маленькая девочка, покинувшая жестокий мир Азерота. Ты в волшебной стране, где каждый герой. Отсюда ты не хочешь возвращаться. Вот видите, вот именно вот это, вот это блин, капец уже. Отвечать ей за всегда та и таверны, проигрывая испепелителями и прочими артефактами, которые, ну, никак не могут находиться в обычной таверне. Но могут по ту сторону, где усопшие души простых людей находятся в покое, разыгрывая раз за разом сцену из легенд, которые были наслышаны во время своей жизни. Всё это очень грустно. Видите, я тоже лайк поставлю. 325 лайков и да, вот видите, супер связь, интересная. Но я, я был, думал только вот о первой, то есть, что девочка замерзла на смерть, а всё остальное это типа её галлюцинация. Мне так казалось, может, в реальности такое невозможно, конечно. Вот, свиндук стайл. Вот. Ну, короче, вот такие дела, такая маленькая теория, да, где, в принципе, первую, что девочка умерла, это я додумался. Я хотела записывать видео, но просто, перехотел вот. Только зашёл, хотя пересмотреть каракометражка, в принципе, она была сделана очень хорошо. Конечно, Хэрдстоуну особо благодарность умеют снимать, как в Диснее, вот видите, прям идеально всё красиво, так подобрано. Вот, видите. Я рад, что они сделали такую каракометражку, делают шедевры, можно сказать. Вот. Ну, ладно. Короче, вот такая была небольшая теория, тёмная теория каракометражки. Вот. Всё. С вами была Супер, если понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока.